привет у нас ночь в америке у вас в израиле день где-то еще закат где-то еще что-то неважно я вас всех поздравляю с праздником курим который наступает у нас завтра и поэтому я хочу дать вам следующую беседу это будет наше первое практическое занятие но она будет связана с праздником курим потому что это еврейская медитация мы говорим о еврейской медитации а понятие еврейской медитации должна основываться на еврейских понятиях то есть если у нас есть что-то которое нас ведет к всевышнему и ведет через еврейские вещи мы об этом говорим во первых я дал вам задать дал вам хагика к этому мы вернемся во вторых что такое праздник курим все будут вам говорить что праздник курим это что-то hidden это что-то спрятанное это что-то такое о чем мы должны только догадываться потому что все наоборот он противовес емки-пуру поэтому он курим там где мы тянем жребий там где все спрятано там будем говорить о сосудах которые ахашвирош вытащил на пир издеваясь якобы над нашей религией мы будем говорить об эстер все будут говорить вам об эстер которая тоже хадаса которая в принципе красиво потому что она убивает ваште своей красотой это все правильно все абсолютно правильно но не логично смысл в этого для меня абсолютно другой мы сказали так мы сказали про сосуды мы сказали про с красоту мы сказали про противоположности и мы сказали про скрытость теперь пойдем в ту геморов которую я вам дал и мы что мы там находим мы находим следующее что гемора говорит о скрытости потому что гемора говорит о прохе занавесе гемора говорит о сосудах гемора говорит об рабе киева который сказал что если мы пойдем в потусторонние миры то не говорите вода вода когда вы видите мрамор горы из мрамора что-то из мрамора короче мы говорим он говорит о двух противоположностях когда вы видите камень не говорите что это вода три вещи которые мы только что упомянули мы упомянули противоположность мы упомянули красоту мы упомянули воду мы больше вещей чем 3 мы упомянули воду мы упомянули скрытость занавес ему упомянули сосуды Очень интересное совпадение. Праздник Пурим говорит о том, что это Масэ Маркова. Может быть, Праздник Пурим дает нам карту, по которой мы должны идти для того, чтобы узнать Всевышнего, для того, чтобы узнать, что такое Масэ Маркова. Спекуляция, мое мнение, неважно. Но видно параллель, видно скожесть. Если вы мне не верите, откройте Гимору, откройте 14-ю страницу, 12-ю страницу, 13-ю страницу, неважно. Посмотрите на Гимору Мигила на 13-й странице. Она говорит, что все народы мира сказали, что Эстер такая же красивая, как Луна. Луна – вода. Мы – вода. Всевышний – мелах, король. Короче, мое мнение, которое я вам показываю, которое я вам говорю, это чистое введение в мистические вещи. Поэтому я вам обещал, что это будет практическое занятие. Что я хочу вам сказать. Возьмите, сядьте, 5-10 минут. Представьте себе воздушный замок. Золушки, я не знаю, снежной королевы. Представьте себе замок. Представьте себе дорогу туда и дорогу обратно. Представьте себе стражу, которую вы должны пройти. Представьте себе залы, в которые вы должны зайти. И погуляйте 5-10 минут с закрытыми глазами по этому замку. Не можете погулять 5 минут? Погуляйте 2. Не можете погулять 4 минуты? Погуляйте 1. Погуляйте. Когда вы погуляете 5-10 минут, тогда мы будем разговаривать дальше. Вы мне скажете, хорошее это упражнение или плохое. Но в этом упражнении заключаются все техники, которые нас подвозят к настоящей медитации. Поэтому с праздником пурим! Мои 5 минут истекли. Это уже 6 минут. Веселитесь, пейте, отдыхайте. Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует...